Фростпанк 2 анонсировано Что насчет сегодняшнего контента Я уже не знаю, что вам тут показывать Мы уже столько раз выживали Что мне казалось, люди наизусть выучили игру Или нет? По-прежнему находятся тем, кто даже спустя 20 роликов по Фростпанку не научился в него играть В первую очередь это я сам Поэтому будет гайд Мы с вами вернемся на 3 года назад В самое начало, в самую первую кампанию Туда, где минус 150, лондонцы Ну и дух уныния Только это будет еще и челлендж Выставляем хардкор, чтоб бомбило и морозило Чтоб вообще носа этот капитан вонючий Не высовывал из своей норы А сразу валил он из города куда подальше Пока его на эшафот не посадили Или еще на что-то Сможем ли мы сдержать гнев народа? Да, главное потерпеть Поехали Новый дом Мы бежали из Лондона и пересекли море Чтобы достичь морозного севера В пути наш караван попал в метель И разделился Некоторым из нас удалось добраться до генератора Он оказался обледеневшим А вокруг никого Куда все подевались? Выжил ли еще кто-нибудь в метели? Если поблизости кто-то еще Что бы мы ни делали, стоит готовиться к худшему Ведь миру, который мы хорошо знали Пришел конец Не, ну как к худшему готовиться? Это только на руку Нам надо выжить Итак, вот наш маленький домик Сейчас будем разбираться в основах управления Сначала нужно научиться ставить активную паузу на пробел Во время нее замирают люди, замирают ресурсы Замирает все, замирает капитан Итак, встречайте наших сегодняшних героев Уголь Древесина Сталь Паровые ядра Сырая еда И пищевые пайки Фростпанк не настолько сложен Как, например, Цивилизейшн Да, тоже стратегия такая есть Но требует небольшой сноровки Вторая кнопка, которую следовало бы изучить Или забиндить Это кнопка температуры У меня это буква R Английская Наверху раскраска для самых маленьких Ну а внизу, собственно, замерзающие люди По-моему, все интуитивно понятно У генератора есть уровни, которые можно прокачивать И выставлять в зависимости от понижения и снижения температуры Также есть форсаж Это такой небольшой кредит, который выдает вам генератор Если вы не успеете его вернуть То все накроется медной пиздой Меню строительства, откуда мы берем все постройки Книга законов, в которой можно прописать Чтоб люди кушали кашу из опилок И дополнительная статистика Которую я никогда, по-моему, в видосах не нажимал Но, тем не менее, иногда полезно читать Собственно, данные по каждым из ресурсов Что сколько вы потратили Сколько вы добываете ежедневно Это все действительно полезно И те, кто умеют анализировать Получат свои дивиденды Окей, далее мы размораживаем время на пробел И принимаем наш первый закон Это будет детский труд, безопасные работы Мы принимаем этот закон не потому, что жуткие тираны А потому, что реально не хватает рабочих рук Вот у нас есть 15 лишних детей Мы куда их отправляем? Сразу разгребать сталь, например Чтоб они не сидели, не ковыряли в носу Местные блогеры в твиттере, как всегда, поднимают шумиху Детям надо учиться, а не работать Вот поэтому Винтерхоум и пал Потому что, блядь, там учились, а не работали На цифры 1, 2, 3 можно ускорять время Чтоб они работали быстрее, кстати Как только мы раскидали всех на кучу ресурсов Строим сразу же посты добычи Посты добычи нужны, чтобы собирать сразу несколько куч одновременно И экономить тем самым рабочую силу Все постройки нужно подводить дорогами к генератору Как в Сити Скайлайнс, а то ничего работать не будет Второй пост также ставится на кучу стали и древесины Дороги, кстати, древесина тратится Поэтому лучше их с умом строить и не перекладывать каждый год У нас хватает ресурсов даже на третий пост добычи Он будет собирать уголь Уголь нужно собирать постоянно, иначе все замерзнут Итак, за первый рабочий день мы построили аж три поста добычи Подвели их к генератору И уже с следующего дня они будут полноценно функционировать Нет крыши над головой Ну и правильно, не жили хорошо, нехуй начинать Как видите, жители очень болезненно реагируют на подобные шутки Поэтому нужно постоянно следить Мудрый столпы Капитан, когда от вас что-то требует Помните, людям обычно по вкусу самые простые и быстрые решения Они лучше, не обязательно соглашаться со всем, о чем просят Если найдете свое решение, отлично Я так обычно играл, а меня кикали он из города Смысл игры в том, что ты всем не угодишь Кто-то обязательно да полезет в залупу Вот, например, они отопление просят включить Буржуи Ладно, уголь есть, включаем С этой стороны генератора есть барометр Мы, по-моему, во всех прохождениях с другой стороны на него смотрели, да? Люди потихоньку начинают заболевать Ну а мы тем временем адаптируемся И вводим 24-часовые смены Иногда нужно полностью сконцентрироваться на чем-то одном За счет всех иных занятий Иначе смерть Чрезвычайные смены включаются вручную на каждом объекте И вызывают очень много недовольства Такие решения называются непопулярными Которые вызывают бомбежку у малолетних и не очень дебилов Далее мы отстраиваем первую мастерскую для исследований 24-часовые смены вызывают смерть от переутомления Но ничего с этим пока не делаем Когда построена первая мастерская Сразу закидываем туда 5 инженеров И даем им 24-часовую под сраку Древо технологии это то, что должно работать постоянно Первая вкладка — отопление Второе — изучение мира и промышленности Третья вкладка — это ресурсы И четвертая вкладка — это еда, здоровье и убежище Начинать лучше с быстрого сбора Чтобы люди руками разгребали эти кучи говна намного быстрее Милорд, людям не нравится эта идея Рот в бирже, свист, сэр Люди крайне недовольны вашим правлением Восстание против вас может разгореться в любую минуту Народ как бы боится выгонять капитана сразу Поэтому терпит и ставит условия Опустить недовольство ниже определенной отметки Без паники, далее строим кухню По прогнозам синоптиков скоро понижение температуры на два уровня И если мы не построим кухню в радиусе действия генератора, то она попросту не будет работать из-за холода Что случилось, солнышки? Ребенок ранен на рабочем месте Всегда, когда ребенок ранен, просит отпустить домой, хочет отдохнуть, соглашаемся Потому что, ну ладно, один пиздюк посидит АФК, но это халявный бонус к надежде Это не обязательно, но я люблю строить сразу вторую мастерскую Для того, чтобы быстрее проводились исследования На кухню, кстати, можно тех же детей закидывать, чтоб они там пахали Делали обычную еду, но обычная еда нас не устраивает, поэтому скоро примем наш любимый закон Про хижину не забываем, в ней живут охотники, они добывают сырую еду для пищевых пайков Быстрый сбор закончен, сразу после этого идем в изучение мира и рашим маяк Для того, чтобы начать исследовать морозные земли и приманивать других жителей к нам в поселение Здесь можно пообещать построить санитарный пункт, потому что мы, собственно, и собирались сейчас строить санитарный пункт Одни плюсы Отлично, есть возможность ввести новый закон Каша из опилы, к сожалению, пока заблочена, потому что это непопулярное решение И уровень недовольства слишком высок Поэтому отстраиваем кладбище Кладбище вообще беспроигрышный вариант, потому что умирать будут много Умирать будут часто, умирать будут со слезами на глазах, и где-то все это надо хранить Кладбище строим рядом с постом добычи, чтобы люди не расслаблялись Хоть после смерти нас ждет покой О, повара с кухни так не думают Так, строение есть И, как видите, недовольство начинает потихонечку уже падать И теперь, в последнюю очередь, мы только начинаем строить палаточки, где будут жить люди И лучше бы этим побыстрее заняться, потому что у нас всего один день остался Вы бы жили куда лучше, будьте у нас нормальный лидер Пошел буллинг, понимаю Насильного всегда лают Недовольство падает Ну вот А вы боялись Втыкаем изученный маяк И сразу после этого идем в исследование И качаем охотничье снаряжение, чтобы было больше еды от охотников Ну что, можно сказать старт дан? Ну с богом Готовы к поискам Нам нужна победа Победа, как говорится, вместо обеда А вместо обеда у нас что? Рофлы в комментариях про кашу из опилок стартуют здесь Стоп, а разве мы не заболеем, если будем такое есть? Нет, кто вам такое сказал? Так, пять работяг в маяк Кто-то умер Итак, поехали Первая экспедиция, там где надо найти людей Шо вы фукаете? Чо они фукают? Недостаток жилищ вызывает гнев Капитан, толпа недовольных протестует Люди доведены до отчаяния, потому что им негде жить Они требуют немедленного решения этой проблемы Такие на этой превьюшке все обмороженные, изможденные Сидят, сука, под генератором в плюс 40 и жалуются еще Отставить панику Найс, разведчики дошли Счастливое воссоединение Мы входим в лагерь, явившись из-за пелены снега Взволнованные голоса хором приветствуют нас Слава богу, вы нас нашли Мы скитались дни напролет, пока силы совсем не иссякли Взрослые дети окружают нас Они готовы двигаться в путь Мы указываем им путь до города А сами тем временем двигаемся дальше Отказ работать Почему лицо в говне? Кажется, нам все-таки придется перекладывать плитку каждый год Опа, а что происходит? А происходит понижение температуры, про которое я ранее рассказывал Ну ничего, минус 40, типичное лето в Ебенграде, нормально Новый закон Как насчет продленной смены? Чтобы построить рай в этом ледяном аду, нужно самопожертвование Люди добьются больших результатов, если будут работать сверхурочно Вот и я так думаю Рабочие часы на каждом рабочем месте выставляются вручную Отец говорил, что нам повезло трудиться лишь 10 часов в день Многострадальное троеточие Исследование завершено Теперь неплохо было бы изучить лесопилку, а потом неплохо было бы ее еще построить Происшествие Мольба ребенка, капитан Мы нашли продрогшего до костей мальчика рядом со свежей могилой на кладбище Он же бы не провел там много времени Он хочет, чтобы вы созвали экстренное заседание Говорит, если вы согласитесь, его мать проснется и придет Твоя мать в супе, сынок По ком же звонит колокол? Ну че, братишки добрались? Те самые, которым разведчики указали путь до города, они не тупые таки добрались? Воссоединение Вид родственников, которые нашли друг друга после стольких лишений, греет душу Но неужели поблизости нет других поселений? Первые экспедиции были отправлены из Лондона уже давно Поселенцы уже наверняка где-то обосновались Они обязательно помогут нам Во! Погодите А почему все развернулось? Вот так же было Ёбаная игра, как не теперь выставить? Вот, пожалуйста, санитарный пункт, который находится за радиусом генератора Без паровых центров и обогревателей, просто отказывается работать Чего не сделаешь ради народа? Еда за сверхурочную работу Пошел нахуй! У вас, типа, вообще нет еды Хейтеры скажут Специально капитан все съел, чтоб ебенградские дети голодали Найс Лесопилочка изучена Теперь изучаем тот самый паровой центр, о котором я сказал Чтоб можно было уже как-то обогревать людишек Лесопилка ставится вдали от города, близ деревьев Поэтому на ней всегда холодно У меня зубы скрипят вот от этой дыры Потому что в нее просто ни одна постройка не влезает Окей-докей Законы откатились Продолжаем закручивать гаечки Откат с закручиванием Сейчас очень большой уровень недовольства Мне очко сейчас закрутит, если я приму радикальное лечение Поэтому Думаю, что бойцовская арена в данном случае будет получше Гачи, братва, вперед Отлично! Ставки на бои! Лучше этого были только скачки Оставить вы можете на лучшей букмекерской конторе Которая мне не заплатила Братулечки чё-то нашли? Да не просто что-то! Работающий автоматон! Мы остановились на краю глубокого широкого ущелья Изумляясь проложенному через него стальному мосту Ещё больше мы изумились огромному автоматону Который сметал снег с дороги Машину можно отправить в наш город Или разобрать на ресурсы Автоматон заменяет аж целых 10 рабочих И может работать круглосуточно Только там на заправку отправляясь Поэтому, естественно, отправляем его в город А вместе с ним отправляем и разведчиков Потому что у них 200 древесины Столько трудностей, чего ради? К чёрту капитана! Берримор, что за шум за окном? Бунтари, сэр! Разве им негде жить? Есть где, сэр? А чё ж тогда они бунтуют? Пидоральство продолжает расти, как видите Можно прибегнуть к форсажу Это увеличит уровень тепла на один уровень И как видите, да небольшой чит Потому что тёплые люди сразу начинают снижать своё недовольство За уровнем форсажа надо следить Потому что если его вовремя не выключить Всё взорвётся Далее изучаем угледобычек Он, конечно, пока не нужен Но в будущем обязательно пригодится Причём не один Хуярьте как не в себя, дети мои! А вот и пришло время парового центра Сейчас он запитает этот долбанный госпиталь Который, видите ли, в холоде не хочет работать Паровой центр выглядит следующим образом Это такая палка, жрущая уголь И создающая вокруг себя зону тепла Отлично! Опять бунт! Душевно больных этого только не хватало Сколько у нас уже бунтов было? Три-четыре? Я, конечно, построил санитарный пункт Потому что рано или поздно их всё равно придётся строить Но вы, ребята, это... Обороты сбавьте! Разведчики вернулись в город с древесиной Это очень хорошо Сейчас мы будем на эту древесину что-то строить Разведчики пусть идут в место аварии Заряжаем инженерчиков на 24 часа И теперь, наконец-то, можем перейти на следующий уровень изучения На первый это чертёжные доски Поехали! Чем больше будет людей, тем больше будет голодных ртов Поэтому заранее нужно выстраивать охотничьи хижины Чтоб добывалась пища Генератор скоро сгорит Поэтому выключаем форсаж Пока ещё не поздно Когда все кучи угля собраны Мы ломаем прежний пост добычи И начинаем строить новый пост добычи Рядом с новыми кучами угля И просто всех людей туда перекидываем Но рано или поздно все эти кучки закончатся Поэтому нужно искать замену угольные шахты Лесопилки Столилитейный завод и так далее Как раз сейчас у нас угля мало И есть паровые ядра Поэтому имеет смысл изучить угольную шахту Всё их можно построить три штуки И новый закон Поскольку недовольства мало Мы пойдём по ветке радикального лечения Для того, чтобы использовать переполнение То есть в санитарные пункты Будет вмещаться не пять людей, а десять Что говорит само радикальное лечение То, что 30% тяжело больных людей В санитарных пунктах Подвергнутся ампутациям То бишь станут инвалидами И не смогут работать Надеюсь, мне не отрежут ногу Если я заболею Ну тихо! Ща работяги услышат Он на пособии будет жить Вместо того, чтобы работать Угля осталось на 20 часов А что делают наши рабочие? Вместо того, чтобы построить пост добычи Они легли спать Заменить бы их всех этими автоматонами Вот это б жизнь началась Саботон Ауто-матон Почему за вас всё машина делает Ленивые вы твари? Окей, теперь делаем переполнение Нам нужно использовать площади межучреждений По максимуму Даже если придётся класть больных на пол Ну а чё? У нас и без всякого апокалипсиса Так происходит, не? Наши больные будут влезать Как селёдки в боське Ничего им не нравится Тем не менее Мы всё равно улучшаем Санитарные пункты Для того, чтобы люди Поправлялись быстрее Итак Что из себя представляют Угольные шахты? Угольные шахты Это... Угольные шахты Строить их можно только В определённых местах И они используют паровые ядра О, выжившие Осаждённые дикими зверьми Из пещеры, расположенной выше по склону Доносились испуганные крики Когда мы подобрались ближе Нам переградили проход Несколько белых медведей Люди оказались в ловушке И звери пожирают их одного за другим Ну, очевидно, нужно Въебать медведя Да, у нас это получилось Но, к сожалению Ценой жизни разведчиков Ничего не поделать Мы просто нанимаем новых разведчиков И начинаем исследовать дальше Та группа, мы её спасли Они придут в город И будут работать во славу капитана Твари, да добудьте вы уголь Генератор отключается Ну вы суки, вы твари Сколько нам ещё придётся терпеть Прежде чем мы избавимся от капитана Не, ну я понимаю, что у нас какие-то обиды Друг на друга Но всё, что вам нужно было сделать Это копать долбанный уголь, СиДжей Да, уже поздно Оттепель наступила Всё сейчас нужно выставить на минимум Понадо отключать эти паровые центры Подготовиться к новым заморозкам Постройте Долбанные Шахты Почему один работяга отважный Хуярит молотом Просто за весь народ Почему? В шахту сразу отправляем Работать автоматона Чё нашли наши мальчики Солнце затухает Вместо астрономов мы видим Нескольких наших пропавших Они говорят, что пришли сюда за помощью Но все были мертвы Астрономы продолжали наблюдение Пока не умерли от голода Из-за чего такого важного Они пошли на смерть Ответ мы обнаружили в их заметках Сокращение солнечной активности Нельзя объяснить лишь дымом Южных вулканов в атмосфере Солнце затухает Дайте угадаю Солнце съел капитан Да, кто ж еще? Как видите, у нас 40 заболевших Но поскольку мы ввели закон о переполнении То они в 4 пункта поместились А на кладбище еще места больше, ребят Пока можно склад ресурсов улучшить Потому что потом нужно будет запасы Все равно делать перед великой бурей Возможно, не лишним будет закон о дуэлях Да, будут умирать люди Но при этом недовольство снизится навсегда Тють-тють Мы разрешим людям убивать друг друга И где тут справедливость? Кстати, было только одно сообщение от блогеров Они, видимо, подутихли после закона о дуэлях Так, после склада ресурсов начинаем потихоньку увеличивать генератор Начинаем с его радиуса Новая единица измерения 24 каши в час Я тут какую-то утопию построил Нас никто не болеет, не голодает Коллег почти нет Счастье Мы вот здесь бахаем по латочке И потом ставим в серединке паровой центр Чтобы он их отапливал Продолжаем улучшать дегенератор Теперь его мощность увеличиваем Поскольку у нас радиус генератора увеличился на единичку То мы начинаем в полукруге опять строить домики и санитарные пункты Плохая идея увеличивать мощность Я совсем забыл, что нам сталелитейный завод-то построить надо Разведчики не смогут вечно доставлять сталь Поэтому нужно строить заводы и ебашить на них Смотрите, автомат он этим бездарем угля накопал Более того, у нас копится уголь При том, что есть два паровых центра И сам генератор еще шпарит Уголь и паровые ядра Мрачный прогноз Мы нашли заметки ученых Они прогнозировали значительное ухудшение ситуации с глобальным холодом Еще хуже то, что их записи резко обрываются несколько месяцев назад В кладовой нет ни банки консервов Даже крошки хлеба Очевидно, что они покинули это место С крыши метеостанции хорошо видно Винтерхоум Воу-воу! Никакого Винтерхоума! Воу-воу-во! Мы уже прекрасно помним, что Винтерхоум пал И если сейчас то разведчик дойдет И потом эти данные до нашего города дойдет Будет воцарение апатии Не-не-не, не надо Наше дело простое Изучили сталелитейный завод Пиздуйте добывать сталь Вот теперь можно и генератор на второй левел бафнуть Еще построим работягам паб Потому что нам нужно любыми методами снижать недовольство Для того, чтобы можно было 24-часовые смены вводить Жду не дождусь, чтобы провести весь вечер в пабе с друзьями А работать кто будет? У меня к вам встречное предложение 24 часа на сталелитейке, а? Довольно, пожалуйста, что-нибудь сделать, пока не поздно Сделай бочку Разведчики нашли заброшенную шахту Предлагают построить здесь Дорогостоящий аванпост А я предлагаю забрать нахер эту шахту Забрать ресурсы и нести их в город Таким образом, через день у нас будет 200 древесины и 200 стали Это офигенно Что-то они паб не хотят строить Одумались, видимо Следующий закон, который, пожалуй, можно принять Это самогонка Чуть-чуть будут наливать Чтобы, так сказать, настроение улучшилось и работалось лучше Выпил с утра Весь день свободен Да вы охуели! И как после этого? На них не орать Можно вдобавок к охотничьим хижинам Еще теплицу изучить и построить Они используют паровые ядра Но при этом очень много еды производят У нас опять кто-то умер А это значит, что другим больше достанется Строим склад с ресурсами Выбираем на складе ресурсов угли Как видите, запасов стало в два раза больше Теперь берем разведчика и отправляем его в снежную залупу Теплица изучена И так как есть три свободных паровых ядра То можно построить пару теплиц, я думаю После этого исследуем больше разведчиков Чтобы была вторая группа И дальше перейдем на второй уровень Чем холоднее на рабочем месте Тем больше у рабочих шанс заболеть Если на рабочем месте морозно То можно получить обморожение И соответственно вообще тогда появится калека А нам это не нужно Вовремя у нас дети уголь собрали Ломаем пост добычи А всех детей выкидываем в теплицу Видите, всему есть применение Еще раз адаптируемся Последнее, что нам здесь нужно Это дом удовольствий Не удивлюсь, если во второй части фрозпанка Здесь будут уже работать только мужики Но че поделать Еще один рабочий день Дай-то бог, чтобы он дал нам еду и тепло А, так они уже там работают Второй левел я поставил Теперь можно тактику охоты применить Чтоб в охотничьих хижинах И задействовалось меньше рабочих Сразу после этого начинаем долбить Все, что с углем связано Типа шахты эффективнее работают Потом генератор меньше угля потребляет Уголь это черное золото Ну или коричневое В то же время сани разведчиков Можно бафнуть, чтобы они быстрее туда-обратно Ресурсы носили Поэтому думаю, пока с саней начнем Мы нашли еще людей Которые бежали из Винтерхоума Мы их сопровождаем до города Да сами мы в Винтерхоум не идем Пусть они к нам идут Кстати, переключение между одинаковыми объектами Можно на стрелке забиндить И таким образом переключаться И не искать эти паровые центры И прочее по тысяче лет А, так у меня генератор все это время На втором левеле был Я думаю, почему уголь так быстро расходуется Это говно после прокачки Само на второй левел ставят Глаз да глаз шоколадный Просто нужен, чтобы все смотреть Все контролировать Я вот тут рассказываю пока Ну не успеваю я все контролировать Один ноет Второй ноет Генератор переключается Этот работать не хочет Тот заболел, сука Как мамочка Бегаю за всеми этими уродами Все их нянчу Дети, правда, в родители Ладно, не уроды Красивые Дом опеки им построим Для этих троих несчастных коллег Которые получили травмы Ну хорошо, одна рука там у вас отвалилась Вторая-то у вас есть Я же говорил, они гонца рано или поздно пришлют из Винтерхоума Но вот опять сейчас эта подснежная голубизна начнется Эти ублюдки просто убивают последнюю надежду Вокруг генератора, как видите, начинают собираться орки И шатать и без того шаткую лодку стабильности Грядет пиздец Винтерхоум пал Они все мертвы Как нам выжить тут одним без помощи Надо вернуться в Лондон В это ледяной пусто же для нас нет надежды Новости о Винтерхоуме расходятся по городу Люди начинают организовываться Некоторые хотят бросить все и бежать в Лондон Начинается паника Куда? Куда с тонущего корабля крысы? Окей, нужно дать им цель Обычно мы шли по пути порядка и дисциплины Ну потому что с ними очевидно по-другому нельзя Но сегодня я добрый Поэтому я дам вам шанс уверовать Но только один Теперь мы можем идти по пути цели Потому что в адаптации мы и так уже все прокачали Для начала Дом молитв Подписываем Требуется построить собственно два молитвенных дома И строить их нужно вблизи палаток Чтоб они постоянно давали баф надежды А вот и лондонцы У них здесь тенденции Хуенцы И вот таких слов-то понабрались Когда молитвенные дома построены В них нужно прокликивать проповедь Это активная кнопка Которая дает немножечко надежды жителям Угледобытчики отличаются от шахт тем Что они вырабатывают кучу угля Которые должны собирать посты добычи То есть шахты просто стоят и работают А на угледобытчиках еще должны работать люди И еще в постах добычи должны работать люди Ну как люди-дети В общем угледобытчики залупа Но к сожалению выбора нет Теперь когда уже все вскрылось Можно посетить и Винтерхоум Разрушенный город усеян мертвыми телами В городской хронике описаны Отчаяние охватившие жителей От нехватки пищи Последовавшие за этими стычки Бунты и анархия Затем началась борьба за уменьшающиеся ресурсы И в итоге Наступил голод Последняя запись гласит Прости нас господи Мы едим своих мертвецов Надежды больше не А че не так-то? Ну подумаешь там Ну ножку, ручку прикусил Ну ты не ты когда голоден Увеличиваем радиус паровых центров За те же деньги таки в два раза больше Кстати паровой центр Близ рабочих мест Можно врубать только в рабочее время Ему в остальное это время шпарить не надо Кстати автоматона-то Можно на холодную шахту пригнать А из холодной шахты Людей сюда в отапливаемую Ю-му-ю Возрождение веры Сэх Люди начали ходить в церковь Пока прихожан немного Но это может быть началом чего-то большего Похоже им не хватало места Где можно помолиться А выжигатель мозгов-то работает как надо Смотри-ка Дальше по пути истины у нас идут святилища Молитва в святилище Даст людям силу выполнять трудные задачи каждый день По сути святилище Это просто бесплатное улучшение Производительности на рабочем месте Если в пути порядка шли агитаторы Которые там за пищевые пайки работали То здесь вообще все бесплатно Прокачиваем угледобычек до парового угледобычика Выжившие Выжившие дети Мы поговорили с детьми из укрытия Они рассказали, что однажды ночью Учителя и некоторые охотники Вывели их из Винтерхоума Ради секретного приключения Учителя сказали, что им придется остаться Тут какое-то время А потом еды стало мало Их опекуны отправились раздобыть еще Но больше не вернулись Вместо того, чтобы заставить детей работать в шахтах Они их просто выкинули за пределы города Неудивительно, что в Винтерхоуме все по пизде пошло А что там было? Погодите В лагере американцев было вдоволь всего Кроме еды А, они без бургеров не смогли все-таки, да? Ну бывает Надо-то было русские пирожки кушать Ой, генератор горит Это, кстати, было первое предупреждение И оно бесплатное Дальше придется паровое ядро использовать Или ребенка закидывать внутрь Лучик надежды Сэх, люди начали оставлять подношения в святилищах Памятные вещи, бусинки И записки с молитвами Какая прелесть Бусинки Грядет понижение температуры Поэтому поднимаем штаны повыше Затягиваем потуже Полевые кухни Каждая полевая кухня будет снабжать Работающих рядом горячими обедами Что позволит им согреться Полевые кухни, между прочим, в радиусе температуру На одну единицу увеличивают Это классная тема Какая чудная и практичная мысль Они счастливы Горячий суп и молитва Лучше холодного мяса и каторги Но тут по факту Паровой сталелитейный завод улучшаем У разведчиков куча ресурсов И два паровых ядра Предлагаю кабанчикам в город метнуться Тех детей, которых мы спасли Мы их сейчас просто на полевые кухни раскидаем И все нормально будет Детей сейчас по сути нет смысла Даже на каторгу ссылать Потому что они работают на безопасных работах И все счастливы Окей, ресурсы пришли в город И теперь улучшаем Сталелитейный завод До парового Сталелитейного завода Мы не сразу рашим хранителей веры Для начала мы принимаем Безболезненные законы А уже потом начинаем Закручивать гаечки Как надо Люди не успевают Столько сжирать, милорд Для этого-то и нужно было Строить склады ресурсов Чтобы складировать их, ёпте А не жить одним днем Взволнованная толпа Лондонец говорит С неспокойной толпой Он пытается напугать всех Чтобы люди присоединились К походу в Лондон Их недовольство Положением дел в городе Делает его описание ужасов Ещё убедительнее А что не так? Как мудро! Нельзя позволить ему Распространять ложь лондонцев Вот скажите Блогеры Купленные актёры Нет, они сами так думают Они сами за цензуру Ещё б дома они строили И они кнопочки нажимали Совсем хорошо было Так, на третий уровень технологий Мы переходим И изучаем Паровую угольную шахту В изучении мира Вообще ничего прокачивать не хочу Фабрика Это слишком дорого А ванпост-центр Мы и так все шахты Разобрали извне Что такое? Что случилось? Капитан кто-то Осквернил стены надписями Об ужасной судьбе Ожидающий город Это вызывает беспокойство Все и так боятся Что мы разделим Учь Свиттерхоума А у страха глаза велики Камом все стены Исписали священник Иди сотри Интересно Есть ли у капитана план? Если что Тут каждого можно По имени ввести И вычислить Этот человек умер И так будет С каждым Дом исцеления Это опять народное решение Им лишь бы полежать И ничего не делать А вот вечерние молитвы Другое дело Еще один баф Подписываем И сразу же в храме Появляют свечи Помянем Радиус генератора Стал еще больше Единственный шанс Выжить во время бури Это оставаться Внутри него Изучаем лазареты На каждый лазарет Нужно одно паровое ядро У нас их целых пять А санитарный пункт В свою очередь Можно будет посносить Умирающие изгнанники Некоторые изгнанники Еще живы Но едва-едва Попробуем доставить их в город Но они могут умереть по дороге Один умирающий Прижимал к груди дневник Мы прочли последнюю запись Изгнаны из Теслаграда Еда и топливо заканчиваются И мы послали Самых сильных из нас За подмогой Они наша последняя надежда Похоже это про тех Бургеров американцев Которых мы похоронили Но Теслаград Это еще одни непутевые Как и Винтерхоум Так Лазареты Это хорошо Мы можем Сталина Сука на вас нет Опачки Священник избит Капитан На священника напали Когда он пытался Воодушевить жителей И отмыть кам со стен Надо что-то сделать Для защиты наших людей Мы помолимся За него Из-за обидников Пук-пук Лазарет готов К постройке Пришлось ради этого Три дома снести Но я думаю Люди как-нибудь переживут И к чему это Вы только разозлили Лондонцев Чем медициной Им теперь мыться придется Сейчас пока Строим храм Переходим в левую ветку Но если надо будет Позовем на помощь Хранителей веры Построим большой храм За маленьким храмом Чтоб у нас было Два храма На один квадратный метр Я тут выяснил Что если кухню сломать Людям негде будет Каша из опилок лопать Вот это да Храм так получилось Что он рядом С публичным домом Стоит Но у нас же Светское государство Да Бог ненавидит нас Мольба праведных Сэр Пришел священник С группой прихожан Они просят вас Сократить время работы Пабов Их беспокоит Что столь неизменные Радости Отравляют умы И души людей Да нас уже вон Минус 60 наслали Я так и знал Что это добрососедство Не уживется Теперь мы прокляты Нахуй Паровая угольная шахта Одну строим здесь Где автоматон Вторую строим Опять встали Нет Да что ты делать будешь Поскольку на лесопилке Холодно Мы здесь ставим Паровой центр Сюда же втыкаем Паровой угледобытчик К угледобытчику Мы подключаем Два поста добычи Сюда же полевая кухня И сюда же светилище Хуяк Промзона готова В первой половине города Ставим еще один лазарет Вторую половину города Я случайно разъебал Все все починил Не фукайте Холод вызывает злость Сэр Народ в гневе Из-за холода В домах Протестующие Порицают Ваше пренебрежение Их страдания И требуют Немедленных действий Лондонцы Затесались в толпу И пытаются направить Людской гнев Против вас Нужно что-то предпринять Да там случайно Дорога поломалась Сидите гуляйте Бляй Да хватит Бунтовать Уже десятый Бунт на дню Слабакам Тут не место Вот именно Это поселение Рыбаков Раньше снабжало Тесла град едой Обыскав его Мы нашли письмо Майк Не возвращайся в город Тесла обезумел Он изгнал всех Коллег и больных В том числе Родителей Джерри И старушку Бет Скоро прольется Кровь Это точно Ну и в чем Тесла был неправ Сосед оскорбил Нашего капитана Изменяет жене Главное Чтобы не наоборот Месть Сэр Священник Которого вы послали Прогнать лондонца Оратора Он мертв Его повесили На генераторе В его безжизненном теле Нашли записку В которой было написано Лжецы Они зашли Слишком далеко Как они могли Черт вы подонки Ну все Я засылаю Секретного агента Супербабку Оно тут все будет Разведывать И докладывать Ну вот как бы И Теслаград Неукрощенная молния Сильное тело И быстрый ум Не боятся холода Гласит надпись На вход в Теслаград Высокую центральную башню Окутывает Синее сияние Электрических разрядов Укрывающих Защитным куполом Весь город Но что-то пошло не так Повсюду на улицах Обугленные тела Воздух пропитан Вонью горелой плоти Мы заметили молнию Ударившую из башни В здание И оставившую В крыше дыру Ну его нахуй Ребят Этого Теслу Напридумывал Тут своего электричества Пошли лучше в обход Че у вас в храме Ребенок лжет Сэх С вами хочет поговорить Девочка Она плачет И повторяет Что ее мать невиновна Я соврала Солгала священнику Мне так жаль Я сказала Что мама говорит Что вы чертов дурак И сгорите в аду Но я на нее Просто злилась А все придумывал Прошу Не наказываете ее Понимаю Придется всей семьей Приехать К генератору И публично извиниться А потому что Нечего На капитана пиздеть Тем временем Прогресс не стоит на месте Переходим на Четвертый уровень Исследования Сейчас уже Минус 60 И скоро температура Еще на 3 пункта Опустится Пиздос Как бы вот эти вот дети Которые не уважают капитана Знаете Они что-то меня беспокоят Немного Я думаю Что нужно позвать На помощь хранителей веры Они злые Я их рядом с угледобытчиком Поставлю Короче Перед бурей Мы увеличим радиус генератора Еще на одну линию Построим здесь дома В центре Бахнем Лазареты Одну кухню Оставим рабочей Все остальное Позакрываем Охотничья хижина Я вообще все подальше вынес Чтоб они места не занимали Нам нужно сейчас Очень компактно Застроиться И не сдохнуть Ломаем здесь Дорожки Да сука Я лазарет пытался Впихнуть Ля че хранители веры Устроили Крестовый поход Какой-то Но сейчас люди Постепенно начнут Отваливаться от лондонцев Потому что Всю оппозицию Пересажают И глаз капитана Станет единственной верой Кучка недовольных Ой А у нас хранители веры Завелись Ой Разогнать толпу Я ж против Собственного народа Ах ты сволочь Хранители веры Замерзают Им обогреватели Перекусили Лично Расчетливый гейний Из дредноута Забрали всю полезную технику Но обшивка Позволяет получить Много стали Так что Основательный севанпост Будет вполне разумно На мостике Мы нашли журнал С последними приказами Теслы Перевести все припасы Из здоровых Выживших На гефест Брать коллег Только с протезами Что приносили пользу Ну и в чем Тесла не прав У нас опять Есть целая куча ресурсов Тащим все в город Не радуйтесь особо Это оттепель Перед тройным похолоданием Затянуть пояса Здесь уже начинаем Прокачивать лазареты Поскольку Санитарных пунктов Больше нет Наши хранители БДСМ Кажется Еще один закон Придумали И вряд ли он Понравится народу Пусть грешники Покаются Или умрут Лишь истинно верующие Спасены Да верующие в капитана Прошу заметить У меня уже есть Три лазарета Но три лазарета Точно не хватит Опять шесть Может быть нужно Перед бурей Будет построить В итоге и дома Не ладно Когда мы шли Там по пути Тирании Там вроде Какие-то наказания Были Понятно Но вот Хранители веры Что творят У веру Или умри Вот девиз их Механизация лазаретов Кончаем с ними Когда идет снижение Температуры Лучше заранее Включать генераторы Все обогреватели Для того Чтобы люди Внезапно не заболели Пайки Уголь Пайки Уголь Первые лондонцы Решают остаться Ну вот А вы говорите Публичное покаяние Не работает Еще как работает Ну Сейчас посмотрим Насколько температура Понизится Минус 70 Живи он Вот про это Я и говорил Я забыл Включить эти паровые Обогреватели Из-за этого Все заболели Мы сейчас Постоянно будем Перетягиваться Разведчиками Туда-обратно Натаскаем ресурсов Сколько это возможно До бури Некоторых удалось убедить Лондонец Говорит с толпой Он пытается Напугать всех Чтобы как можно Больше людей Присоединилось К походу в Лондон Но слушатели Остаются глухи К описаниям ужасов Ведь их заглушают Вопли Раскаившихся После первого Публичного Покаяния Разогнать толпу Еще один лазарет Ставим Чтобы перевоспитанных Так сказать Оперативно Возвращать в строй Следующий закон Это защитник истины Капитан Получает титул Защитник истины Он станет Единственным Кто знает Что истина А что ложно Направит нас На путь веры Великолепный закон Все за Никто против Да принимаем А что собственно Изменится Мы уже и так живем И умираем По его слову Распоряжение капитана Хранители веры Постучатся во все двери Чтобы распространить Распоряжение капитана И убедиться Что оно исполняется Тем временем Промышленную теплицу Сделаем Это грейт Обычная теплица У нас их три Как раз еды Успеем запасти Боже Прошу Избавь нас от капитана Или Прозуми его Сколько Нам потихоньку Надо начинать Отстраивать домики Начинаем с барака Ну типа И последний Заход в книгу законов Новая вера При выборе Новой веры Все кто выражает Сомнения Будут считаться Предателями веры Все должны быть Преданы нашему Общему делу Те кто не следует Общему пути Останутся На обочине А сколько вы будете Править Всегда Да прольется Кровь Сэр Недовольный народ Бунтует на улицах И требует от вас Прекратить творить Безобразие Люди утверждают Что суть нашей веры В другом Что вы уничтожаете Все чисто и прекрасное Ради полной власти Над нашими судьбами Они кричат Это безумие Вы узурпатор А не истинный пастырь Примерно четверть Населения Намерено сопротивляться Прочие Как обычно Безмолвствуют Единогласно Надежда Почернела Оставь Надежду Умирающим В муках Заставь Их верить Моим Славам День Два День Два И вам Ребята Пизда Ночь Перемен Наступил Рассвет Улица Окутаны Безмолвием Вы объявили Свои законы Божьим словом А всех Несогласных С этим Еретиками С теми Кто угрожал Единству Города И новой вере Уже покончено 13 чел погибли Прочие Отказались От своих убеждений Надежда Больше не проблема Это слово Исчезло Из словаря Его распылили А не какую-то Штуковину Повесили На генератор И шафот Строит Из других Хороших Новостей Эшафот Сэх Эшафот готов Он стоит у самого Генератора А если вы прикажете Использовать его Здесь будет казнен Враг веры Это значительно Снизит Недовольство Эту штуку надо ПКД шмякать Потому что врагов Веры много А эшафотов Пади мало Как ловко Как ловко Мы в очередной Раз обыграли Этих Бунтующих Орков И замаскировали Тиранию По дверу Но разве Это не замечательно Куда его Нечего против Слова Капитана Идти Капитан Тут закон Бунтари Нет Теперь изучаем Дома Но сразу Мы ни дома Ни бараки Не строим Вот Изучаем Новую конструкцию Дома И таким образом Все дома Которые мы построим Будут таки По скидке Именно поэтому Я палатки И не трогал До последнего Момента То есть нужно Сделать дома Изучить конструкцию Для удешевления И только потом Их фигачить Ну как раз Вот температура Сейчас будет Понижаться Скоро буря Все Вовремя Скоро придут Волны выживших Поэтому нужно Сразу их встретить Новыми рабочими местами Каторги Здесь бешеные Американцы Можно с ними Поболтать Видя что у вас Нет плохих намерений Американцы рассказали Как вершили Правосудие Над тираном После того как Изгнали из города Мы погребли Истерзанное тело Теслы в пещере И направились домой Вот уж они Охуеют Когда в мой город Придут Погодите Только сейчас Произошла Первая дуэль К самому Концу игры Неудивительно Они всю злость На капитане Вымещали Теперь исследуем Большой склад Для того чтобы Запасти как можно Больше ресурсов По сути мы сейчас Докачиваем только Древо технологии В отоплении И все Готово Опа Бегство от бури К городу подошло Множество людей Многие из них Нездоровые Они говорят Что к нам Движется невиданная Погодная аномалия И что без нашей помощи Они погибнут Мы бы такое Не пережили Повезло что Популярный исследователь Нэнсон Предупредил нас О грядущей катастрофе И сказал эвакуироваться Пожалуйста Впустите нас Конечно впустим Но только здоровых Нездоровых У нас и своих Хватает Извините Те кто приходят Закидываем их На угледобытчики На посты Куда только можно Лесопилки нужны Сталь нужно Все нужно Я не уверен Насчет сортировки Больных Вообще Нужна ли она Когда у нас там Пять лазаретов Давайте попробуем Ради интереса Люди умерли А что вы ожидали Опять у нас Тут бегство От фурии Ем еще хуже досталось Чем предыдущим Но мы опять Принимаем Только здоровых Начинаем Уже на добытые Ресурсы Строить домики Генератор Чуть позже Подкачаем Домики Только в пределах Радиуса генератора Ну и третья волна У них там Только 10 человек В здравом уме Осталось Их и принимаем А вот И буря Сворачиваем Все Искпедиции Пусть они Лучше назад бегут Блотки Роди Тебя поразит На теле этого мира Да я построю Домики Построю Сбежавший ребенок Сэх Вас желает видеть Один мужчина Он говорит Что его дочь Сбежала Когда вести о буре Разошлись по городу Он хочет взять Сани разведчиков И отправиться за ней 30 пайков Тебе под сраку И счастливого пути Как мы справимся С этим еще Димада Да я строю Домики Строю Все Пятая ветка есть Докачиваем Отопление Один из разведчиков Должен найти Теплоизоляцию Домов Для нас Ну а что Можно и так изучить Но это-то Бесплатно будет Увеличение радиуса Генератора Есть Вот эта вот Оранжевая зона Это то Что будет спасено Во время бури Все что находится За пределами Либо не будет Функционировать Либо погибнет Бог отвернулся От себя На тебе скверно греха Взре Домики 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 Пьяницы Паникеры Сэр С десяток человек Напились и вышли на улицу Они гоняются за женщинами И кричат Что нужно поразвлечься Габуря не убьет нас всех Что нам с ними делать Но я им дал самогон Я их и убью Найс Разведчик Нашел термоизоляцию домов Мы сэкономили Все Разведчиков Распускаем Группы сворачиваем Пусть все в город идет Кто не успел Тот опоздал Домами мы все В принципе Обосрали В лазаретах Люди вылечиваются Фактически моментально Дома кухни И лазареты Находятся Внутри радиуса Генератора Ты навлечешь на нас Кару небесную Покайся Нет Но в чем-то Он конечно Был прав Все рабочие места За пределами генератора Кроме трех Угольных шахт Вырубаем Ну-с Началось Как видите Уже даже максимальный уровень Генератора Не вывозит Нужно обогревать Или подрубать Буря налетела на город В городе слышен Пронзительный вой ветра Генератор трещит И стонет Под напором стихии Бледные лица Обращены К закрытым ставням Дрожащие губы Шепчут слова молитв Грядет Безжалостный холод Охотиться невозможно Почва в теплицах Замерзает Придется питаться тем Что есть на складе Ну-собственно Врубаем обогреватели Это единственное Что осталось сделать И начинаем молиться Итак Все что я хотел Мы изучили В разделе Отопление Прокачено все В изучении мира Ни фабрику Ни ванпост-центр Я не отстраивал В ресурсы Нет стенового Бура Улучшенной Шахты И форсунок Угледобытчика Ну и еда Здоровье Как-то так Ну что Запоминайте Для будущих игр Почему-то люди Не сидят дома Я не знаю Почему я им Как бы снял Все рабочие места Они просто по городу Туда-обратно Носятся Даже не верится Что бывает так холодно То ли еще будет Шахты замерзают В них очень нужно Отправить 10 добровольцев Насколько я помню Для того Чтобы они там Что-то потыкали И шахты Короче Снова заработали Пока что Не включаем форсаж Недостаточно холодно Терпим Терпим Шахты работают Пресс Ф2П Респект За шахтеров Которые не бунтовали А копали уголь До последнего Терпим 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 Форсаж Врубаем Сейчас Рванет Вот Про это я рассказывал Нужно в общем Использовать Либо ребенка Либо паровое ядро Чтобы этот генератор Успокоился В принципе С ребенком Было бы повеселее Но У нас есть паровое ядро Почему бы его не использовать Вот тот мужик Свою дочку Все-таки нашел Как он в этом морозе Выжил Это я ему 30 пайков дал Я капитан Самый лучший Давай 150 нам бахнем Буря ебаная Оооо да Хорошо морозит Здесь уже даже Ни паровые центры Ни теплоизоляция Ни форсаж Вообще ничего не спасает Здесь все просто Обледенело Как мое сердце От ваших бунтов 350 человек заболели Ну бывает Ну изи Че я хочу сказать Легчайшее У нас получается Только 10 добровольцев Умерло в шахтах А во время морозов Ни одного Мы хорошо подготовились Мы проделали Великолепную работу И за это мы получили Самое лучшее вознаграждение Право жить Ебать как я люблю Фроспанк Год по нему Видосов не было Как же я соскучился По всему всем Большое спасибо за просмотр Обратите внимание На описание под роликом Там ссылочки на соцсети На плейлисты Вступайте Подписывайтесь Смотрите Ну а я с вами прощаюсь Ну ровно до следующего видео Как всегда Спасибо за просмотр Ну и как обычно Счастья Субтитры сделал DimaTorzok